Максим Горький. Старуха из Иргиль. Глава первая. Рассказчик слушал эти истории в Бессарабии. Молдаване, с которыми он работал, разошлись. Осталась только старуха из Иргиль. Время согнуло ее пополам. Черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно. Он хрустел, точно старуха говорила костями. В тени облака старуха увидела Лару. Рассказчик посмотрел, но кроме облака ничего не увидел. Тогда из Иргиль поведала эту сказку. В далекой и богатой стране жило могучее племя скотоводов. Однажды черноволосую и нежную девушку украл орел. Через 20 лет она вернулась и привела с собой красивого и сильного юношу. Ее сына от орла. Юноша был настолько горд и высокомерен, что люди рассердились и изгнали его из племени. Как-то Лара подошел к дочери старейшины, но она оттолкнула его, и он жестоко убил девушку. Долго думали, какой казни предать его. Лара считал себя первым на земле и кроме себя не видел никого. Люди обрекли Лару на свободу и одиночество. Он стал бессмертным. Десятки лет он скитался по земле и, наконец, захотел умереть от руки человека. Но люди, догадавшись о его намерениях, не убивают его, а поднимают насмех. Лара не может и сам покончить с собой. С тех пор он ходит повсюду, ожидая смерти, свободный, тоскующий, превратившийся в тень. Ему нет жизни и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей. Вот как был поражен человек за гордость. Глава вторая. В ночи лилась красивая песня. Старуха улыбнулась и начала рассказ о себе. В молодости она по целым дням ткала ковры, а по ночам бегала к любимому. В пятнадцать лет она влюбилась в красивого, черноусого, веселого рыбака. Но скоро Изергиль надоело, что он только пел и целовался. Потом подруга познакомила ее с рыжим, кудрявым гуцулом, ласковым и горячим. Затем и рыбака, и гуцула повесили. Изергиль присутствовала при казни. Рыбак боялся смерти, а гуцул шутил и курил трубку. Потом Изергиль полюбила турка. Но через неделю от скуки сбежала из гарема с его шестнадцатилетним сыном в Болгарию. Мальчик умер от тоски по дому или от любви. Потом Изергиль ушла с одним монахом в Польшу. Он унижал ее, и она бросила его в реку. В Польше Изергиль было трудно. Там живут холодные и лживые люди. Потом она попала в кабалу к жиду, который торговал ею. Был у нее там один пан с изрубленным лицом, которого Изергиль очень уважала за его подвиги. А последняя ее игра, шляхтич, красивый был очень, а Изергиль было уже сорок лет. Он на коленях просил ее любви, а когда добился своего, бросил. Когда Шляхтич в битве с русскими попал в плен, Изергиль спасла его, убив часового. Шляхтич потом клялся любить ее вечно, но она оттолкнула лживую собаку. Приехав в Бессарабию, где она живет уже тридцать лет, Изергиль обзаводится семьей. Год назад у нее умер муж. Наступила ночь. Увидев голубые искры в степи, Изергиль сказала, что эти искры от горящего сердца Данка. Глава третья. Изергиль рассказывает сказку. В старину жили веселые, сильные и смелые люди. Завоеватели прогнали их вглубь старого и дремучего леса со зловонными болотами. Люди начали гибнуть. Надо было уходить или сквозь лес вперед или назад к захватчикам. Напуганные смертью, они уже не боялись рабской жизни. Но тут явился Данка, и спас всех один. Данка был красив, смел и решителен. Люди поверили Данка и пошли за ним. Но дорога оказалась трудной. Люди обессилели и начали упрекать Данка. В злобе они решили убить его. Но Данка понимал, что без него люди не выйдут из леса. Сердце его вспыхнуло желанием спасти их. Тогда он разорвал себе грудь руками, вырвал свое сердце и поднял его над головой. Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнце. И весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям. Потрясенные люди бросились вперед, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И тут лес кончился. Данка радостно посмотрел на свободную землю, засмеялся, упал и умер. Люди не заметили его смерти, только один осторожный человек, боясь чего-то наступил на гордое сердце ногой. И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло. Изергиль, утомленная рассказами, уснуло, а рассказчик под шум моря размышлял об услышанном.